К 9 и 8 годам колонии по делу о госизмене суд приговорил бизнесмена из Ростова-на-Дону Александра Деркунского и экс-сотрудника Курского исследовательского института Евгения Тарутина. Заседания проходили в закрытом режиме. По версии следствия, учёный передавал бизнесмену результаты исследовательских работ, а тот на их основании организовал за границей серийное производство, цитата, «принципиально новой технологии». Её изначально якобы разработали для нужд Минобороны. Речь, по данным следствия, шла о программно-аппаратном комплексе для восстановления данных. В своём последнем слове подсудимые просили суд о снисхождении, утверждая, что своими действиями не намеревались наносить ущерб обороне государства, а руководствовались лишь личными коммерческими интересами из публикации в издании «Коммерсант». После начала полномасштабной военной агрессии против Украины в России появляется всё больше уголовных дел о госизмене. Нередко поводом становится переписка с якобы представителями иностранных государств, чаще всего из Украины. Дела о госизмене – это в первую очередь политика. Если раньше первое, что власти сделали, это выпустили предостережение от генпрокуратуры. Не отправляйте деньги в Украину, а то мы вас будем привлекать. Потом они пошли по всей стране с оперативно-розыскными мероприятиями. Это когда без возбуждения уголовного дела изымают технику и проводят де-факто обыски. Видимо, это не помогло. И было принято решение начать пугать людей уже реальными уголовными делами. Известно о трёх случаях возбуждения уголовного дела за донаты в ССУ или просто в Украину. Евгений Смирнов – адвокат в интервью «Дойч Веле». Силовики в пятый раз подряд задержали москвича Александра Крайчика. Его с апреля 2023 года преследуют за перевод 50 евро в Украинский благотворительный фонд. Никаких уголовно-правовых интересов к нему явно нет. Ну, по крайней мере, мне неизвестно об этом. А те административные задержания, которые он отбывает, они выглядят совсем надуманными и безосновательными. Преподавателю медицинской академии Ольге Назаренко предъявили окончательное обвинение по статьям о дискредитации российской армии и неоднократном нарушении так называемого «митингового законодательства». Поводом для начала производства стали антивоенные листовки, которые женщина расклеила на улицах Иванова в августе и сентябре 2022 года, а также несколько одиночных пикетов против войны в Украине и в поддержку политзаключённых. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Ольгу уже отстранили от работы в Ивановской государственной медицинской академии, где она проработала более 20 лет. «Россия – моя страна, а не только тех, кто у власти и их сторонников. Я не позволю никому выгнать меня из моей страны. Я готова к возможному тюремному заключению. Если так случится, я отсижу, а потом выйду на свободу и продолжу свои пикеты. Я не слишком боюсь тюрьмы. Как-то и там живут люди. Всех не пересажать и всем рты не закрыть». Ольга Назаренко в интервью «Радио Свобода». Головинский районный суд Москвы отказался приостановить рассмотрение уголовного дела сопредседателя Центра защиты прав человека «Мемориал» Олега Орлова. Его преследуют по статье о повторной дискредитации армии. «Обнение, предъявленное мне, абсолютно неконкретно, абсолютно расплывчато, несоответственным нормам УПК. Защищаться от такого обвинения, в котором нет ничего внятного, кроме одного Орлов написал статью, за это его надо наказать. Ну как от такого можно защищаться?» Девять лет колонии строгого режима. Такой приговор Южный окружной военный суд вынес крымскому контрактнику Денису Нарольскому, который отказался воевать в Украине. А в Свердловской области у учительницы рисования Дарьи Сергеевой прошёл обыск по делу о дискредитации армии. После допроса её отпустили под подписку о невыезде. Главная цель массовых задержаний – возбуждение уголовных дел за дискредитацию армии, и распространение фейков, и даже отсутствие маркировки и на агентах публикациях, посеять в людях страх перед кремлёвским режимом, говорят юристы. Но несмотря на это, люди продолжают выражать свою позицию. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, для телеканала «Фрида».